здравствуйте вы на канале тани галкина пришла весна с ней пришло настроение на что-то новое захотелось чего-то попробовать что-то начать что-то быстрее быстрее продвинуть вот обо всем я вам сегодня расскажу сегодня у нас весенние старты но вы видите перед собой красивые весенние ниточки весеннюю канву весеннюю игольницу и естественно процессы у меня тоже начинаются весенние я вступила в два совместных проекта вернее в одном я продолжила участие а в другой я вступила и обо всем сейчас я вам расскажу я и расскажу обо всех своих процессах которые я буду вышивать этой весной ну начну 2 с двух процессов которые по дизайну как бы зимние вот этот процесс диманжел синицы и шишки которые я вышиваю вышиваю я напомню уже его посадки процесс пошел быстрее в этом месяце вернее в начале этого месяца марта я его уже вышивала вот видите появилась уже вот такая вот шишка видеть как бы иголка осталось процесс как бы прервался иголка осталось пп начала появляться вот это вот шишка появляется вот здесь вот фон между синицами вернее это как тень от ветки закончена верхняя часть видите я уже немножко подвинула работу кверху то есть работа уже где-то добралась примерно до середины но как саговок показывать что выше то примерно 47 процентов но я еще не вышивала бэк на этих синичках надо бэк закончить и тогда можно будет считать законченную верхнюю часть но сначала заполни вот здесь вот между шишками вот эту работу мне не очень хочется вышивать потому что она зимняя и как бы ее задвигают другие процессы я уже говорил что надо ее заканчивать иначе ее заброшу вот мне такое чувство что я ее потихоньку потихоньку но оставлю то есть она у меня останется на может быть на будущую зиму посмотрю ну пока другие процессы которые надо вышивать может быть быстрее потому что совместные проекты не ждут там надо отчитываться и на этот процесс просто не остается времени вышивается он легко если бы он был как бы один то может быть его быстренько бы закончила но ведь когда-то за руки потянутся я его тоже буду вышивать но пока вот он наверное все таки откладывается вот этот зимний процесс так всегда бывает где-то до 8 марта еще зиму тянешь а потом уже весна и и грядущее лето как затмевает все вот ну и еще у меня есть один как бы зимний процесс но он осенне-зимний он планируем планируемый был я прошлом видео вам показывала все свои посылки которые я получила но не показала именно эту посылочку я хочу показать вам распаковку этой посылки это был всего лишь один набор вот эту покупку хочу распаковать вместе с вами первый раз я заказываю набор в группе перронов цвет по схеме надежды брежак это набор который называется рябиновые бусы я вышивала по схемам надежды по бесплатным несколько работ но набор от нее я попросила впервые впервые заказала не было не он ну как бы не удобно платить так как требовалось в этой группе но я сделала оплату такую году какой им удобно вот и ради этого собственно собралась я сделала и вот сегодня получила эту посылку это набор запечатано еще вот видите здесь все закрыто сейчас я хочу вместе с вами этот набор открыть сейчас я открою аккуратненько эту картонку и вернусь к вам вот я открыла не думаю что я в этом картоне буду хранить этот картон для транспортировки для транспортировки так я понимаю а сам набор находится вот внутри сейчас наверное будет все отсвечивать сейчас попробуем выключить лампу так наверное будет лучше то есть картонка как бы это картонка понятное дело и вот такой пакет такая вот многоразовая сумочка мы посмотрим что здесь есть интересно ниточки бобинка большая тоже с ниточками потом все прочитаю тут наверное ниточки особые да здесь металлик и шелк я так понимаю да видно да что это металлические ниточки вот красные это шелковые судя по всему я не буду пока пакетик распечатывать когда начну вышивать а когда я начну не знаю я наверно не удержусь и начну хотя набор вроде бы осенний вот такие ниточки я понимаю что ты ниточки dmc да сейчас почитаем вот такая палеточка все значки здесь здесь что здесь у нас есть болгарские кресты крест и бэк да крест болгарский крест и бэк на каждый значок есть разные значки то есть если просто значок это крестик болгарский крестик и там где из бэк там бэк так что это у нас наверное это схема начнем от нет это не схема это это подарочная схема я так понимаю потом ее посмотрим ткань вот я ради ткани собственно заказывала нитки dmc это бы могу найти но тем не менее дополнительные ткань это белфаст от свайгард размер 40 на 50 размер отшива 23 3 на 32 и 1 иголочка джон джеймс это маркер для ткани ну и вот сам был фаст ткань оверложенная свайгард да вот такая вот конюшка думаю что смогу на не вышивать посмотрим темноватая но ничего включу внизу подсветку и будет хорошо так это ткань убираем теперь ниточки вы посмотрели иголку посмотрели нитки вот с этой стороны можно еще глянуть да смотрите бежевые красных много черных совсем мало но они нами для бэка больше так схему сейчас глянем схему это обычный файлик здесь лежат листочки распечатаны схемы вот я думаю что последний листочек это нет эта схема ну схема понятна надежда хорошие схемы все понятно ясно буду вышивать конечно же по бумажным не буду переводить сам буду вышивать по бумажной схеме вот ну чем он меня привлек во первых мне понравилось окошки кошки с такими резными наличниками много очень птичек давайте я выну наверное инструкция кстати здесь вот ключ и инструкция как вышивать отдельные элементы болгарский крест инструкция наверное какие нитки куда используются вот что мне понравилось да красивый шрифт очень я люблю шрифты переходы красивые вот смотрите вот этот вот блок вот этот просто прелесть вот этот маленький рябина 4 птички и узоры вот здесь птичка сидит на окне и там цветок смотрите какая мелочь приятная вот тут тоже тут висит какой-то цветочек да еще что-то мы там видим коврик и занавес очки и обалденные а вот эта часть посмотрите здесь тоже птички рябины и посмотреть какие уголки и бен об тоже птички бордюрчик ну и большая птица тут посредине в эти уголки и другие да здесь видите по две птички парочками это же очень красивый узор очень красивая будет работа я не знаю как я буду оформлять может быть в раму не в раму 23 3 на 32 не такая большая посмотрю инструкцию я потом почитаю когда буду вышивать я вам более подробно уже расскажу давайте посмотрим вот этот маленький маленький подарочный наборчик и так понимаю подарочная схемка верни да видите подарочная схемка оберега узор для украшения мешочка с лечебными травами одолень трава и ниточки сделаю такой мешочек приятно спасибо надежда очень приятно вот но вот такой вот набор я получила как бы он по по своему как бы стилю он осенним можно сказать но наверное стоит его вышивать летом потому что темная ткань но если не выдержу начну ближайшие дни или устрою тоже апрель месяц стартов немножко закончу несколько своих уже движущихся процессов которые тут концу но и может быть начну этот набор вот так что вот такая распаковочка распаковку вы посмотрели ну и конечно же я не удержалась и начала этот набор тем более что в группе перунов цвет начался новый совместный проект весенний уже который называется копейли 2021 и здесь вышиваются весенние проекты но дизайны которые разработаны в этой группе дизайна надежды брюджак их можно вышивать на любую тематику но и конечно получив этот набор я не воспользовалась случаем чтобы вышить вместе с девочками в этом проекте этот набор я еще буду вышивать конечно же подарочный дизайн надежды попозже чуть расскажу сначала об этом наборе в распаковке конечно вы видели мои эмоции я ничего не буду вырезать я там наговорила кучу всего не разобравшись как бы в самом наборе но теперь уже приступив к работе я расскажу более подробно что здесь есть вот я видите использую органайзер на 30 цветов сюда я паркую иголки надела первые вот эти вот нитки которыми я уже пользовалась значит расскажу о нитках которые входят набор я немножко не как бы не разобралась но вот теперь уже точно я знаю что в набор входят нитки dmc и вот так вот на моточке одна ниточка dmc 2 номер это 317 по моему номер вот и вот эти ниточки dmc 3 ниточки входят это нитки encore вот эти три ниточки это ниточки encore вот и входят еще в набор нитки эту аль 3 по 3 цветов вот такое светло золотистый темно золотистые и вот такой вот серебристый которым я уже вышиваю белый серебристый он вот это вот ну как бы солнышко не знаю видно что он блестит или нет думаю что видно немножко что-то нитки мулине скрученные вместе с люлину с металлической никто металлизированный это ниточки туаль белый и значит еще 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 двух цветов еще был моточек не так бланк белых их перемотала на бобинку вот но остальные нитки не остались как бы на самом органайзер том что здесь значки удобно и я также значки нарисовала на органайзере значит вот эта большая бобинка к его я уже говорила это шелковые ниточки это итальянский шелк красный такой им вышивается рябина вот я уже начала и вышивать вот эта ниточка вот она вышивается шелком очень легко очень красиво укладываются крестики значит в набор входит уже его видели 32 каунт belfast и я натянула эту работу на станок для того чтобы не заламывать саму канву сейчас я покажу работу как она выглядит уже в начале так издалека сначала сниму немножко срок видите положила белый лист бумаги для того чтобы показать цвет канвы это он немножко еще высвечивает то есть канва еще более темная ну вот рядом с листом видно примерно цвет это канва темнее темный шоколад ну и покажу поближе саму работу вот видите как высвечивает канву когда приближаешь и высвечивает саму работу вот сейчас минутку я найду чем показать во первых расскажу о том что очень хорошие отступы канвы даны буквально по 9 сантиметров сверху и снизу я определила верхний левый угол где будет начинаться эта работа вот и начала с бордюра вот вышелись для птички это снегири вот значит вышивается вот эти вот ребинки шелком смотрите как ложатся крестики какие они аккуратные красивые по сравнению с крестиками хлопковой ниткой уже вышелись вот болгарские крестики вот эти их тут в двух местах они вот а вот эти ребинки вышиваются ниткой хлопковой более темного цвета вот я вышила а потом посмотрела и решила что наверное я все таки сюда пришью бисер не смел хил аппетит наверное я все таки вот эти вот выше бисером и там есть еще я вам позже покажу где я ошибочно сказала там есть ребинки которые тоже можно вышить бисером но вот где-то вот здесь вот это уже середина вот это вот середина вот и второй уголок будет такой же но вот я пока остановилась эту работу я вышивала два дня вышивая очень медленно потому что во первых надо было к нему привыкнуть потом немножко я привыкла стараюсь во первых укладывать очень аккуратно крестики вот и но работа как бы неспешно движется есть есть у меня время совместный проект длится до конца мая но я хочу вышить еще одну работу но думаю что эту работу тоже я вышлю так вот ну вот она как бы вмешалась тоже с птичками это работа сейчас я расскажу кстати какие там птички я расскажу как пишет надежда она пишет что рябина являлась оберегом для дома и ну как бы в ветках рябины вот эти красные ягоды символизируют перроновой молнии которые охраняют дом от всех бед и рябину ломать было нельзя срывали только мелкие веточки для украшения дома вот то что я думал что здесь сидит птичка на окне это как раз веточка рябины которую клали или на подоконник между рамами вот или украшали дом вот тут вот во втором окошке тоже рябина я вот думаю что может быть вместо вот эти вот ягодки рябиновые хотя они вышиваются по моему здесь пяти там я посмотрю вот я хотела бы здесь добавить бисер но посмотрю если это просто аппетит то я вышлю просто пяти там такие кружевные занавески здесь бэком вот и надежда пишет что рябина сама вокруг себя собирает бусы то есть рябина рябина нанизывали на ниточку тогда тоже являлась как бы оберегом и вообще вся эта вышивка надежды вышита как оберег вот сейчас вам на фото канва передается именно такого цвета как надо хотя здесь это screen схемы но есть вышивка самой надежды она вышивала эту схему а потом уже выкладывал ее для продажи так вот здесь какие здесь птички внизу это дрозд рябинник это птичка дрозд рябинник наверху это синичка вот об бордюрах и вот в этих розетках ну вот это снегири да вот это тоже я думаю наверное снегири вот здесь тоже снегири в этой розетке а вот это воробьи я так понимаю она пишет что в розетках и в бордюрах снегири и воробьи то есть здесь очень много птичек очень красивой розетки хотела вставить вам фото вышивок вышивки на от надежды но решила не не делать этого потому что вы увидите эту работу в моем исполнении принципе я хочу повторить ее отшив он мне очень нравится и думаю что получится очень-очень красиво по крайней мере по тому кусочку который уже вышит мне хочется вышивать дальше и кажется что получится очень хорошо вторая работа в этом совместном проекте который я планирую вышивать это будет подарочный дизайн от надежды который называется весна пришла но под кодовым названием женщина там в центре женщина которые окружают сейчас я думаю что я вам ставлю вот сюда фотографию которые окружают различные атрибуты весны кролик ласточка и цветы всякие тюльпаны вот набора вернее дизайн выполнен монохроме для раскрашивания то есть девочки будут раскрашивать каждый как сам захочет и подбирать основу по желанию я хочу сделать это на вот этой канве это у меня куплена канва в мельфлер это кошель 28 каунта я посмотрю на двадцать восьмом ли я буду вышивать она будет великовато может быть я бы я заменю на 32 посмотрю что у меня есть и зелененького 32 но вот пока хочу на этом не вышивать и подобрала вот такие нитки мультикалоры от dmc и немножко фельдиперсовых ниточек с переходами но вот нужно нужно немножко розового вот думаю что вот это будет эта ласточка вот таким таким цветом теперь где там тут еще был серенький такой вот этот наверное вот тут вот и серых серый цвет я по выбираю это будет кролик посмотрим на тюльпаны что-то будет желтая зеленая вот такие нитки ну может быть не знаю может быть что-то еще другое достану но вот как бы основная палитра я думаю вот такая вот будет зеленовато голубовато холодная потому что начало как бы весны весна пришла это значит начало весны это не разгар это не май ну вот такую работу еще буду начинать но не сразу может быть не сейчас чуть попозже сначала повышеваю рябиновые бусы вот и у меня есть еще один проект в который я вступила случайно ну как бы не то что случайно я видела этот дизайн уже давно и вдруг предлагается совместный отшив это группа мятная клюква я пока ничего не подбирала к нему я вам покажу только картинку группа мятная клюква тоже дизайн называется весна и вот это вот ласточка шовчиками просто я не знаю от схемы катерина закандырины я просто в таком восторге она буквально сюжетные не просто узоры не про это не просто шовчики вернее узоры шовчиками это целые сюжеты животные быки какие там у нее какие журавли я не знаю очень много дизайнов которые разработаны великолепно шовчиками ну конечно я понимаю что я давно не вышивала и может быть не будет сложновато за месяц я должна вышить этот дизайн он разделен на два этапа сначала первый этап это сама розетка без птицы второй этап это будет птица и нужно значит этот дизайн вышить за месяц до 9 апреля вот я еще не приступала не подбирала думаю что сегодня я начну ласточку эту когда я буду вышивать на на перемешку с рябиновыми бусами днем когда мне хорошо видно когда я удобно сижу и моя лампа сейчас я покажу кстати у меня новое вышивальное место вот на этом вышивальном месте я наверное буду вышивать эти работы извините наверное немножко будет съемочного беспорядка вот станок мы находятся вот на таком комоде и на этом же комоде я могу поставить свою свой держатель для пялец пока видите на на комод постелены две салфетки но для того чтобы станок стоял устойчиво я его придвигаю к себе ближе конечно когда сажусь вот две салфетки которые я шила 2 квадратные но надо я так понимаю озаботиться тем чтобы сшить длинную такую дорожку подстилку на этот комодик именно по размеру его значит он с тремя ящиками это кому-то обычный комод языке ящики без ручек которые открываются нажатием они пока пустые что в них собирается храниться это собираются хранится мои наборы и ткани потому что ткани у меня расположены шкафов больших коробах я хочу там немножко освободить место и ткани сложить так чтобы не рыться в коробках видеть их в ящике ровненько стоящими чтобы выбрать можно было быстрее и удобнее вот такой у меня появился помощник еще один этот комодик я думала немножко его пониже купить ну вот он рядом с моим столом стоит значит столом не теперь освободился я уже показывала свою свою рукодельный уголок но здесь компьютер здесь как бы там дальше другая вся часть вот эта часть стала мне теперь освобождается получается то есть я могу не убирать каждый раз вышивальное место живальное место у меня здесь теперь рядом она напротив окна здесь окно вот ну и у меня вот такая лампа с лупой вот это кстати работая вышивая через лупу я думаю что это пока привыкну потом немножко привыкнул белка 100 буду вышивать уже без лупы но стараюсь я стараюсь выкладывать крестики красиво потому что крестиков мало и не другое ну так их каждый крестик видно нужно очень красиво их выкладывать ну и конечно новый мой старт от чудесные иглы это сойкий виноград прошлом видео я показывала что все готово к тому чтобы вышивать я уже все приготовила вот нитки и видите я уже их навешиваю на органайзер по мере необходимости но видите они вышли многие ниточки и голубые и сиреневые почему потому что я как и планировала началась середины середина этого здесь внизу это голова сойки вот это вот голова сойки и над головой сойки вот такой листик винограда вот эта середина вот отсюда я начала и вот так вот по ягодкам по ягодкам по цепочке дошла до верхних листиков вот и вот это уже вверх картинки это верхняя . иной от нее я уже пошла дальше я поднялась вот здесь и дальше пошла вышивать вот этот лист и дальше и дальше вчера я отчиталась этого еще не было всего вот это за сегодня за вчерашний вечер вернее немножко сегодня утром я вышила вот эти темные листы но и уже видно такой вот вот этот лист такой выразительный красивый видно тени здесь бы конец совсем обратите внимание бэка здесь вообще немного я уже показывал что он только вот на этих вот в основном но на сойках конечно сойки тоже будут бэком очерчены вот эти вот все загогуленьки пинтифлюшки от лозы они вышиваются бэком вот здесь бэка нет но посмотрите какой выразительный лист вышиваю эту работу на пяльцах на на своем держателе на новом вот работа идет хорошо канва большая считать легко это мусор вот эта работа весны она будет идти дома я думаю да я дома и должна закончить сколько продлится совместный проект от чудесные глаз по 4 вот она заканчивается 1 мая но думаю что дома я наверное ну закончу но буду вышивать это в основном вечером когда буду уставать от шовчиков и от был фаста 2 32 темного вот приятная работа идет как отдыхалочка кстати сойки и виноград я вышиваю по бумажной схеме я так и не нашла перенабор пыталась заказать но это долго это надо ждать я быстрее вышью работа легкая быстрее выше по бумаге а вот эту работу я вышиваю по саге я нашла хороший перенабор с четкими значками значки точно повторяют те которые есть здесь димен шанс вот и работой полетела просто пошла не знаю как сильно то есть вот вот это все вот эта вся зелень это уже вышита по саге работа идет легко легко и вот тут вот часть крыши уже вышита буквально два дня я позанималась этой работой и планирую ей тоже заниматься на периодически садится вот чтобы продвигать ее я рассказал что она будет идти потихонечку до лета даже до сентября я бы сказала вот ну в общем буду будет тихонечку потихонечку эту работу двигать тоже она как отдыхалочка потому что вышивается по саге запялила я ее вот в такие вот большие 5 это самые большие 4 номер от норги тоже вышиваю на держателе очень легко когда я вышивала на руках вот и на этих пальцев конечно они большие и в них парусность такая немножко ну рука руке тяжело держать постоянно я все время книгой при как-то прижимала к столу или животом к столу но это неудобно но теперь на держателе просто великолепно вышивается легко и канва не заминается на большом больших пальцах практически вся канва вошла сюда по всей ширине вот немножко закрутила снизу но в общем-то очень удобно вышивать не хотела вышивать на станке занимать станок потому что станок будет был занят льном эту работу можно вышивать и на пальцах на пальцах я люблю ушать больше чем на станке мне мешаются эти полки но тем не менее привыкаем уже нужно нормально раньше все это мне раздражало теперь хорошо как бывает иногда да многие девочки мне писали что купила станок и не срослось лежит на чердаке так вот у меня нет много было попыток начать вышивать и в итоге вот по моему сейчас именно сейчас ну как бы все сложилось мне удобно вот такими были мои новые процессы весны новые старые процессы те которые буду продолжать как видите процессов много и они еще прибавляются так что я так понимаю и как я уже начале сказала что наверное синицы и шишки зимние отойдут на второй план и на первый план выйдут весенние работы и работы в совместных проектах ну а потом потихонечку буду уже возвращаться к старым набором хочется не все время их вынимать из шкафа какие-то мои долгострои заканчивать но не получается получается есть что-то более интересное постараюсь показывать вам свои продвижения каждую неделю но я собственно последнее время так и показываю в каждые 10 дней примерно 7 10 дней есть чем поделиться потому что вышиваю сейчас светлое время суток довольно много но и надеюсь что так будет и продолжаться и дальше спасибо всем кто посмотрел заходите на мой канал напишите комментарии интересно послушать ваше мнение спасибо что досмотрели до конца и до свидания